Расскажи немного о себе, где и кем ты работаешь? Я работаю в Люксембурге, в швейцарской компании Avalok. Компания занимается банковским софтом, и, в общем, я делаю там интерфейсы. Расскажи, на каким самым интересным проектом тебе приходилось работать за всю твою карьеру? То есть, возможно, не что-то такое очень большое или сложное, а вот что-то, что тебе больше всего вспоминается? Ну, мне вспоминаются самые клевые штуки — это в Артеке. Я работала пять лет, собственно, где я начала вообще познакомилась с 3D, начала работать с 3D. Очень здоровские задачи, потому что обычно ты просто там делаешь кнопочки, делаешь интерфейсы, может быть, интересные лендинг-пейджи, а в Артеке мы делали всякие фичи в 3D, то есть когда нужно с моделькой не просто ее даже отобразить, а там что-то, материалы поменять, мы даже пытались ее обрезать как-то еще что-то, ну, разные штуки делать. Подгадывать там environment map, то есть, ну, картинку такую, как ты как будто в 3D в этом находишься. Модель будто бы стоит в сфере какой-нибудь, то есть, ну, все такие 3D-шные задачки, они интересные, здоровские, для меня это как прям вау-вау-вау. И, да, я немножко скучаю по таким задачам. Можешь подробнее рассказать, как ты пришла вот к тому, чем ты занимаешься? То есть, какой у тебя был путь? Ты сразу знала в жизни, чем ты хочешь заниматься и училась как-то в этом направлении, или что-то в жизни просто так сложилось? У меня получилось интересно, потому что компьютер у меня появился очень рано. Это был 92-й год, по-моему, и я сразу же начала с папой играть на нем. Вот, и папа у меня был системный администратор, но он до сих пор как бы часть системный администратор. Вот, и мне очень нравились компьютеры, я любила все время что-то в фотошопе там рисовать, в CorelDRAW, там всякие фотороботы составлять, чтобы было в 90-е, смешно. Вот, а потом как-то получилось так, что я думала, кем я хочу быть, я очень хотела создать свою жизнь с компьютерами, ну и пошла на ту же специальность, где и папа учился в итоге. Я училась в Твери, Тверской государственный технический университет. Специальность называлась начальником ВМКСС, вычислительной машины, системы, комплексы и сети. Вот, у нас очень много всего разного. По сути, с нашей специальности выпускаются программисты, электронщики и сис-админы разные. Вот, но у нас в университете в основном все плюс-плюс было, и не было ничего другого. То есть, веб и все, вот это вот всему училась уже сама в процессе. Смотрела всякие видео, которые были на тот момент доступны. Много ли времени ты удивляешь самоучению и изучению каких-то новых технологий, поддержанию себя в тренде того, что творится вот в твоей сфере? Можешь рассказать о том, что ты используешь для обучения? Больше всего я все новости в основном сейчас узнаю из подкастов. Это веб-стандарты. Самое такое, что мне нравится, слушать это из русских. И еще я иногда, ну, в Твиттере, когда листаю свою ленту, у меня очень много всего там, даже периодически натыкаюсь на что-то. Но, как бы, в основном у меня получается обучение, когда у меня есть задача, и я тогда ищу все материалы и ищу самое клевое решение для своей задачи. То есть, наперед что-то узнать, да, я знаю, там, о, вот это вот там что-то вышло новое, да. Но сейчас, окей, вот у меня нет 3D-задач, мне очень хочется, но мне эти новости скорее доставляют более разочарование, потому что я не применяю это на реальных проектах. Вот, так что я стараюсь фокусироваться на практических задачах больше. И учусь в процессе. Зависит, опять же, от загруженности. То есть, бывает, когда на работе и так очень много всего, чего нужно изучать, тогда я вот в свободное время этим вообще не занимаюсь. То есть, я отдыхаю, там, еще что-то делаю. Вот, но если на работе более рутинные задачи, я чувствую, что нет никакого прогресса, то все. У меня каждый день подкасты, пока 20 минут до работы я еду. Вот, потом вечером тоже я еще что-то могу поделать, что-то посмотреть или поговорить с кем-то. То есть, когда разговариваешь с друзьями-разработчиками, тоже что-то узнаешь постоянно новое. Вот, ну, плюс еще немаловажный аспект — это конференции. Так как периодически на них езжу или там онлайн что-то смотрю, доклады чьи-то от тоже друзей-спикеров. Вот, ну, это тоже как бы обучение. В любом докладе, где-то, кажется, даже уже там все знаешь, например, про респонсивы, последние слушают онлайн в Твиттере. Увидела, что минские ребята делают Минск CSS онлайн. Я присоединилась, там был доклад от Никиты Дубко про респонсивы, но там тоже были некоторые слайды, которые я не знала. Всегда можно узнать что-то новое. Можешь немного рассказать о том, чем ты занимаешься вне работы? То есть, есть ли у тебя какое-нибудь необычное хобби? У меня есть обычные хобби, как компьютерные игры и настолки, но, к сожалению, в последнее время не так много времени на это есть. И у меня есть любимое увлечение. Это как бы не в свободное время, а в отпуск. Я люблю ездить давить. К сожалению, в Люксембурге нету моря. Я не могу делать это часто. Компьютерные игры, это прямо через всю жизнь проходит. Стили меняются, но я очень люблю это. Я очень люблю говорить о компьютерных играх. Я активно пропагандирую идеи, что умеренные компьютерные игры, они развивают. То есть, надо просто знать, как их применять. Можешь ли ты рассказать о том, как ты попала в то место, где ты работаешь сейчас? То есть, именно о релокации и вообще о том, были ли какие-то сложности с переездом, с поиском работы за границей? Здесь мне повезло очень, потому что меня переводила компания, в которой я работала уже в Москве. То есть, где-то 3,5 года я проработала в Артеке в Москве. И у Артека, у Артек 3D компания. У них офис еще в Доксембурге, основной офис, и еще в Америке офисе. Я перейдала в Люксембургский офис, поэтому это было вообще не накладно. Компания на себя брала все расходы на это. И в Артеке предлагается, когда ты переезжаешь полгода жить в квартире, то есть, они арендуют тебе квартиру, и ты 6 месяцев живешь, а дальше уже ищешь там сидя сам через 6 месяцев. Вот. И это было очень комфортно в Артеке. Вот. Но дальше потом, когда я решила уходить уже, через где-то полтора года, то здесь найти работу несложно. Просто многие компании, но в Люксембурге, они такие консервативные, они никогда не перевозили сотрудников, особенно из России, из нашей страны, из наших стран, где нужна шенгенскую визу, и вот это все. Для них это как бы сложно. Вообще-то, на самом деле, как оказалось, совсем не сложно для компании. Просто нужно знать, как это делать, и хотеть это сделать для своего сотрудника. Но здесь, когда у тебя уже есть документы, когда ты уже как бы устроен, они намного охотнее тебя отберут. То есть они уже понимают, что кто-то тебя перевез, и все, что нужно, только заменить один твой вид на жительство на другой. Потому что, когда меняешь работу, нужно менять вид на жительство тоже. Было ли у тебя когда-нибудь в карьере такое, что к тебе относились как-то иначе, с тем, что ты девушка? То есть, возможно, не обязательно плохо, а просто как-то иначе. Наоборот, очень часто люди удивляются. Ну, то есть, я рада их удивить часто, но действительно, поначалу, особенно, когда я начинала работать, когда ты приходишь, студентка без опыта, на тебя смотрит и думает, ну, она, наверное, ничего не знает. Но я на самом деле ничего не знала, когда я пришла про ВАП. То есть, я посмотрела за две недели до первой работы видео про HTML, CSS, и пришла на работу человек-оркестр, веб-мастер, который должен все уметь делать. Окей, но у них просто не было никого в штате, им нужен был человек в штате. Вот. И училась всему там, и они удивлялись. И через... Я ушла через год из этой компании, но у меня в подчинении было два сисадмина после этого. То есть, ко мне очень хорошо там относились. Чаще вот так получается, когда удивляются, что, о, ничего себе, девушка, и она может, потому что в основном вокруг меня одни мужчины-разработчики. Вот. Но был неприятный опыт, когда я искала работу в Москве, и я пришла на собеседование, как и на многие другие, но мужчины, там было два мужчины, и они мне честно сказали, что они позвали меня, чтобы посмотреть на девушку-разработчик. Какая она бывает? И мы больше там по душам что-то разговаривали. Ну, то есть, они искали PHP-шника больше вообще, а я на тот момент хотела себе больше работу не в PHP, а все-таки в JavaScript-любить. Как ты думаешь, надо ли мотивировать молодых людей идти в IT, рассказывать о том, как здесь все происходит на самом деле, то, что не обязательно быть гуру в математике, если на самом деле сферы, в котором можно проявить какое-то творчество, и вот какой твой взгляд вообще на том, как надо рассказывать людям о профессии? Я думаю, что нужно рассказывать, что это несложно, и, то есть, те люди, которые считают, что это сложно, и они хотят в это идти, им уже не надо ничего рассказывать. Те девчонки, особенно, которых очень мало в IT до сих пор, они боятся, они все время думают, ой, это так, это вообще для мужчин, так же, как про политику часто говорят, да, мне тоже, когда я с политикой говорю, что, ой, что ты вообще делаешь, иди на кухню, и так далее. То же самое с программированием можно услышать, что, ну, как бы сейчас в Москве нельзя услышать, но в Твери можно было услышать в тот момент, когда я работала, что, ты что вообще делаешь, иди там, маркетингом каким-нибудь занимайся, вот. Поэтому девчонкам, чтобы они верили в себя, им нужно рассказывать, что это несложно, когда они втянутся, уже в несложно, типа, например, там, фронтенд-разработчик, там, хотя сейчас фронтенд тоже, я не могу сказать, что это элементарно, нет, но если ты просто верстаешь, например, можно хорошо разобраться, это не супер, это не рок-н-сайд, действительно, вот. Просто нужно любить свое дело, и никогда не советую людям, если им не нравится, если они считают, что, ой, это скучно писать код или еще что-то, или смотреть в компьютер 8 часов в сутки, это скукота, не надо тогда идти, если им это не нравится, но я всегда была фанатом, если я вижу, что девчонки шарят с каких-то просто технологиях, хорошо, например, с интерфейсами разбираются, то есть заходят на какой-то сайт и понимают, как он работает, ну, то есть легко находят решение, то значит, что у них такой, пытливый ум, они пытаются что-то, что-то новое изучить, посмотреть, и оно идет. Соответственно, я думаю, что и сверстать сайт у них тоже может получиться, вот, поэтому я за то, чтобы всячески вдохновлять, рассказывать про офигенские бонусы нашей профессии, что мы можем работать из любой точки земли, нам нужен только интернет, лаптоп, и все, нам больше ничего не нужно. Это же, ну, просто я очень люблю путешествовать, и мне кажется, это просто чудо какое-то, что можно быть не привязанным ни к какой стране, а жить где угодно, хочешь на море программировать, хочешь еще где-то, и не отчитываться ни перед кем, где ты сейчас сидишь, просто ты делаешь свое дело, ты ценишься как сотрудника, это главное, поэтому не в каждой профессии не важно. Что бы ты могла посоветовать людям, которые вот, либо студенты, они только закончили там обучение не обязательно по чем-то связанным с IT, либо людям, которые долго работали в какой-то другой сфере и решили, блин, что-то я устал, там надо попробовать пойти в IT, вот с чего бы им начать, потому что зачастую люди смотрят, видят кучу ресурсов и такие, чуть-чуть в шоке вообще, с чего начинается, как войти в профессию. Ну, с чего начинать, можно найти онлайн что-то бесплатное, либо пойти на какой-то курс, я часто рекомендую, если это русскоговорящие, часто рекомендую HTML Academy, у них достаточно основательные курсы, я там у них как ментор только была у студентов, вот, мне нравятся их программы и их подход, они ответственны за те знания, которые они дают, вот, поэтому я рекомендую их, ну, и другие школы тоже хорошие есть, вот, и что еще, я считаю, что комьюнити это очень важная часть, даже если ты начинаешь разработчик, ходить на ивенты и знакомиться с другими разработчиками, такими же, как ты, с подобными проблемами, мне кажется, это очень важно, потому что в таком случае ты вдохновляешься еще больше, что у кого-то похожая боль, или, может быть, ты кому-то уже сможешь помочь, ну, ты уже что-то научился делать, можешь помочь другим, вот, оно вдохновляет, это невозможно, это что-то похожее, как часто музыканты, когда они музыкируют, там, друг с другом, играют, там, на разных инструментах, у них какой-то получается такой неописуемый там экстаз, как мне объясняли, потому что я не музыкант, но все равно, мне кажется, что когда ты ходишь на комьюнити, у тебя получается вот это, то ли ты один сидишь дома, программируешь, как сейчас, да, в карантине, и ни с кем не видишься толком, вот, то ли ты приходишь на эти встречи и просто делишься с людьми, общаешься, не только там даже на тему IT, просто оно, я не знаю, это какая-то магия получается, у меня очень много приятелей с этой, с комьюнити именно появились, и это очень ценная дружба для меня, потому что ребята, они меня вдохновляют, может быть, я кого-то вдохновляю, я знаю, мне кажется, это очень важно. Есть ли у тебя какие-нибудь рекомендации по поводу того, где людям искать вот опыт, потому что, ну, теоретические знания можешь действительно найти онлайн, а вот с тем, чтобы как-то попрактиковаться, либо найти первую работу, обычно бывает сложно. Ну, самый такой вариант это создать, наверное, на каком-нибудь обворке или на фрилансере аккаунт, и пытаться брать простенькие проекты, зарабатывать себе имя, вот, ну, там, если я говорю про веб, те же, может, там много, где предложений сверстать что-то нужно быстро, очень часто у людей горит, им нужны руки, и здесь, конечно, когда быстро, проблема в том, что новичок не может сверстать быстро, поэтому я своим студентам всегда рекомендовала, смотрите на срок, у вас должно быть там времени, ну, в два раза больше, чем вы думаете, про запас, чтобы вы не попали в ситуацию, чтобы кому-то там дедлайны сорвали, то есть очень важно, когда берешься за фриланс, смотреть на сроки, ты должен успеть сделать кровь в бизнесе, вот, другое, что, ну, у меня работало, и на самом деле у многих так получается, когда ты делаешь проект для каких-то своих знакомых, кому-то там нужно сделать простенький сайт, или там на CMS-ке что-то, ну, меня, например, часто просили, что-то там, картинки какие-то изменить, что-то на сайте сделать, или в джунгли покопаться, какие-то модули поковырять, и ты в процессе уже там смотришь, а что с горстками вообще там, а еще как-то, то есть проекты вокруг тебя могут быть, ну, не у всех тогда, тогда фриланс, либо искать хорошую какую-то компанию, большую, чаще всего, которая берет типа интернов, например, вот, но это в Москве проще, то есть я, например, в своей жизни жалею, наверное, только об одной вещи, что я не поехала учиться в Москву сразу же, потому что в Москве найти работу было бы намного проще, и я не начала бы работать на четвертом курсе университета, как в Твери, начала бы еще раньше, вот, это опыт, очень ценный был бы опыт, вот, поэтому я, да, рекомендую искать сразу же какие-то такие места, иногда бывают маленькие компании, где не хватает рук, и, например, один человек есть, и ему нужен как раз подмастерье, тоже есть знакомый кто-то, именно так научился все, у меня был прямо вот учитель, и все, меня как котенка выкинули и сказали, иди учись, я училась, просто спрашивала у своих друзей, в основном у меня был один друг, который мне очень помогал, он чуть раньше начал мне работать в веб-сфере, и для меня он прямо все, я ему очень благодарна, потому что просто мой одногруппник мне так помогал. Ты занимаешься в своей жизни каким-нибудь кураторством, либо наставничеством, вот этой вот помощью людям, начинающим, разработчикам, либо которые только хотят попасть в профессию, с обучением и с набором опыта? Так как я была учителем в разных школах, я была лекция в нейтологии, в Moscow Coding School, и была ментором в Ачтимале Катиме, у меня очень много студентов, которые просто добавлялись в друзья в какой-то момент на соцсетях, я достаточно открытый человек к этому, вот, и я до сих пор всегда отвечаю, когда мне пишут с какими-то вопросами, я всегда своим студентам отвечаю и рада помочь, и вообще в любых вопросах, то есть это может быть не просто там, а что в CSS, как там сверстать, это может быть вообще просто даже, а что мне как бы быть, а какую работу лучше взять, вот это или вот это, то есть ребята часто спрашивают, вот, и мне кажется, это очень здорово, я рада следить за этим прогрессом, когда они устраиваются куда-то, когда они там жалуются, вот, я вообще-то фронтендером, мне дали задачки про PHP, я говорю, ну, надо, надо пробовать, не надо дрейфовать, надо стараться и спрашивать аккуратно, вежливо, без там претензий каких-то к тем, кто там уже давно работает, стараться показывать свой интерес, что тебе это нужно, вот, вставать в позу всегда плохо, на мой взгляд, на работе, вот, вот, и, так что, да, я занимаюсь этим, но, как бы, я никогда не предлагаю кому-то, люди сами, кто хочет, кто активный, они сами спрашивают, я всегда рада. Если бы ты могла начать жизнь, там, сначала, допустим, снова учиться в школе, ты бы что-нибудь поменяла, или вот ты так же пошла бы по тому же самому карьерному пути, там, тому же самому образованию, есть ли что-то, о чем ты жалеешь жизни? Я жалею в жизни только о том, что не поступила в московский вуз, и тогда бы у меня сейчас было бы, я думаю, намного еще лучше с карьерой, хотя, в принципе, на свою карьеру не жалуюсь, но у меня все равно есть свои какие-то мечты, которые я мечтаю осуществить. Есть ли еще что-нибудь, что ты хочешь рассказать, либо, не знаю, дать какой-нибудь совет? Мне хочется сказать, что, что бы ни было, в карьере какие-то проблемы с какими-то текущими задачами у вас, это не нужно думать, что, ой, ты плохой человек, или ты плохой разработчик, или ты хуже, чем кто-то, потому что я, например, еще учащаюсь в университете, у нас было всего 4 девочки, на 50 человек, вот, я все время смотрела и думала, господи, эти ребята уже разбежаются в программировании, неужели он ей писать на Си-плюс-плюс и так нечестно, а у него брат, например, учился на той же специальности, он все знает, вот, я все время смотрела и думала, блин, я все время отстаю, правда, вот, с моими одногруппниками, какое-то чувство неполноценности было, но потом, когда я уже приехала в Москву, начала работать, оно как-то стало пропадать, потому что я настолько увлеклась своей работой, что мне стало все равно, и потом уже на работе, ты когда смотришь, ты думаешь, ой, а вот этот человек, у него другой опыт, он знает намного больше, чем я, а мы одного возраста, или, не дай бог, он младше меня, да, например, у меня начальница в Артеке 5 лет, девочка, она младше меня на год, вот, но у нас Красноярска, у меня свой бэкграунд, у меня начальница, сейчас у меня в подчинении, там, 13 человек, где-то в Артеке, вот, потому что там веб-отдел не очень большой, и не нужно никогда расстраиваться, что ты там хуже, нужно быть, мне кажется, правда лучше, чем ты вчера, вот, ты знаешь себя сегодня, ты каждый день можешь посмотреть, а что я могу сделать еще сегодня, чтобы, как бы, превзойти себя вчерашнего, вот, и это не значит, что ты каждый день должен там, до, как-то, профессионального выгорания вкладывать сюда кучу знаний, я не совсем про это, я про то, что людям нужно сохранять баланс какой-то, и не переживать от того, что вы что-то упускаете, потому что вы, когда живете, чем-то вдохновляетесь, вот именно вот эта ваша энергия, от вдохновения, от вашей жизни, от того, что вы удовлетворены своей жизнью, мне кажется, оно на работе очень сильно отпечатывается, и если вы, в общем и целом, как раз не паритесь, потому что вы хуже, чем кто-то, это будет давать вам силы быть реально лучше, потому что, когда люди зацикливаются на чем-то, они без, они становятся больше немножко, ну, как бы, пессимистами, и начинают очень сильно расстраиваться, вот, и все эти расстройства, они ведут к тому, что мы не настолько продуктивны и эффективны, как бы могли быть, вот, поэтому я за баланс в работе, и нужно всегда, короче, делать то, что ему нравится, и любить свое дело. Спасибо большое за твое время, за твои ответы, они были действительно интересные, если будут какие-то еще вопросы, то мы, наверное, с тобой свяжемся, может, запишем еще одно видео, так, спасибо, удачи тебе в карьере, дальнейшего роста, вот, пока. Спасибо большое, пока. Спасибо.